Министерством финансов инициировано проведение конференции, посвященной приоритетным направлениям дальнейшего развития аудиторской деятельности в Республике Узбекистан. Подробности работы национальных и зарубежных экспертов в нашем следующем материале. Возникновение развития аудита связано с разделением интересов тех, кто непосредственно занимается управлением предприятия и тех, кто вкладывает средства в его деятельность. И акционеры, и инвесторы хотят быть уверенными в том, что предоставляемый отчет полностью отражает действительное финансовое положение предприятия. И вот здесь необходимость аудита становится объективной реальностью. Обсуждение и поиск решений первостепенных задач, направленных на последовательное развитие рынка аудиторских услуг с учетом современных требований экономики. Определенных планом мероприятия по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан, утвержденным постановлением главы государства 19 сентября, явились основными целями состоявшейся конференции. Первостепенными задачами, конечно же, является дальнейшее совершенствование законодательной базы в сфере аудиторской деятельности, совершенствование системы лицензирования аудита, сертификации аудитора, внесение необходимых изменений и дополнений в ранее принятые нормативно-правовые акты с учетом новых норм. В настоящее время Министерством финансов ведется работа по пересмотру нормативно-правовых актов в данной сфере. По состоянию на 1 сентября 2018 года в стране осуществляют свою деятельность 100 аудиторских организаций. Из них 18 отечественных в составе крупных международных сетей и ассоциаций. Также функционируют дочерние предприятия международных аудиторских компаний «Большой четверки». В условиях глобализации аудит подвергается существенному реформированию. В настоящее время рынок этого рода услуг в Узбекистане сформировался как достаточно устойчивый и востребованный сектор экономики. Создана прочная правовая основа аудита, разработанная формой его организации для независимых специалистов. Издаются и пополняются методические материалы. Если раньше аудиторы работали 5 лет, 10 лет, 15 лет и каждые 5 лет сдавали экзамены для продления сертификата, то теперь это будет так. 5 лет они проработали, сдали приступление экзамен, потом через 5 лет, потом в течение 10 лет они уже работают без продления сертификата. А по истечении уже 15 лет они получают бессрочный сертификат, но с каждым ежегодным повышением квалификации. В ходе конференции обсуждены приоритетные направления развития аудита, включая вопросы формирования системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на основе международных стандартов. Выслушаны предложения участников конференции по данному вопросу. Специалисты Ташкентского финансового института поделились своим опытом по внедрению в систему образования методов и технологий, необходимых для расширения возможности применения инновационных научных достижений, предусматривающих организацию дистанционного и самостоятельного обучения в области бухгалтерского учета и аудита.